По всей стране 9 мая разносится радость. Праздничные залпы гремят в каждом городе, тысячи шаров взмывают в небо. В этот день радуются все. Этот день самый светлый и памятный. В этот день даже незнакомые друг другу россияне поздравляют всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне. В 67-й раз огромная страна выходит на улицы, чтобы почтить память тех, кто подарил нашей Родине жизнь ценой своей жизни, а также поздравить ветеранов, которых осталось в живых уже слишком мало. Каждый город огромной России так или иначе ковал эту Великую Победу. 9 мая – это один праздник на всех. В городе Артемовском празднование 67-й годовщины Победы над фашистской Германией началось с праздничного шествия всех ветеранов и других жителей города к памятнику артемовцам, ковавшим победу на фронте и в тылу в годы войны. Уже с утра ветераны в парадных костюмах с блестящими медалями на груди, люди с цветами, с георгиевскими ленточками собирались на площади Советов. Зазвучал торжественный марш, и глава Артемовского городского округа с ветеранами возложили цветы к мемориальной доске маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова. В стройной колонны все собравшиеся отправились к памятнику, неся перед собой корзины цветов. «Этот день победы, пороха, права, это праздник с зеленою песком, это радость с цветами на глазах». Колонна тянулась от самой площади и до памятника. В ней шли и молодые, и пожилые жители нашего города. Шли дети, которые еще не знают о той войне ничего. И шли ветераны, бывшие участники этой войны, которые дорого заплатили за то, чтобы каждый год, уже 67-й раз подряд, все мы могли вот так, поддерживая их под руки, идти под ясным солнечным небом и вести рядом своих детей. Погода в этот день радовалась вместе со всеми жителями города Артемовского. Солнце блестело и отражалось в многочисленных медалях и орденах ветеранов. А ветер развивал советское знамя тех прошлых лет и российские флаги нынешнего времени, торжественно возвышавшиеся над идущей колонной. Праздничное шествие продолжилось торжественным митингом. Дорогие земляки-артемовцы! Вам, ветераны и труженики тыла! Вам, дети войны и дети репрессий! Всем, кто дожил до светлой даты сегодняшнего дня, посвящается торжественный митинг! Звучите торжественно марши! Горячим сердцам не остыть! Салют поколению старших, чей подвиг векам не забыть! Дела ваши с тягом багряным вошли в жизнь на века. Земной вам поклон, ветераны, герои войны и труда! Первой поздравить ветеранов поспешила глава Артемовского городского округа Ольга Кузнецова. Примите самое доброе и искреннее поздравление с 67-й годовщиной Великой Победы! День Победы – это особый праздник, всенародный праздник, главный праздник истории Отечества, который объединяет миллионы россиян памятью великих потерь и гордостью за наших земляков, вынесших все тяготы и трудности в годы Великой Отечественной войны. За Великую Победу наш народ заплатил высокую, великую цену. Дорогие ветераны, мы перед вами в неоплатном долгу. Что бы мы ни сделали для вас, этого будет мало. Что бы ни сказали бы вам, этого будет недостаточно, потому что мы обязаны вам своей жизнью, мы обязаны вам мирными буднями и светлыми праздниками. Дорогие ветераны, я поздравляю вас от всей души с этим замечательным праздником, который вы подарили нам и будущим поколениям. И сегодня я вновь обращаюсь к артемовцам. Не жалейте теплоты и сердец для тех, кто отстоял независимость нашей отчизны, для тех, кто сдавал победу в тылу. Дорогие ветераны, здоровья вам, счастья, любви, добра, справедливости и долгих-долгих лет жизни. Низкий поклон, дорогие ветераны! Закат вечерний, за лесами меркнет, Стоят солдаты в доблестном строю, Героев выкликают на поверке, Отдавшим жизнь за родину свою. Молчат в боях поверженные доты, В них кровь и захлебнулась война. Бывают безымянные высоты, Но все солдаты носят имена. В этот день все стараются поздравить ветеранов, которые еще живы. Ведь те, которые чуть больше полувека назад сражались за будущее каждого из нас, все чаще от нас уходят. Уходят те, для кого эти события были неисторическими. Сколько было погибших? Миллионы. И если посчитать чисто алифметически, Статистика такая. Ежедневно погибало 21 тысяча. 21 тысяча жизней. И такая была цена победы. Цена победы нашего народа. Но подвиги совершались и в тылу. Все понимаем, что без тыла не может быть и фронта. И всем вам, дорогие ветераны, Наше огромное спасибо за мир на небо, за нашу жизнь. Спасибо. Счастья вам и здоровья. А мы все будем ваши полиги помнить. Сегодняшний день победы – это святой и светлый праздник, Который объединяет величие и печаль, Радную доблесть, трудовой героизм, Блеск орденов и горе чутрат. Но несмотря на то, что прошло столько времени, С майского дня 45-го года, Не подвергнет величие победы, Не утихнет боль утрат. Радная доблесть наших отцов и дедов Навсегда сохранится в наших сердцах И будет примером мужества и патриотизма Для подрастающего поколения. Большая благодарность, Благодарность всего народа, Труженикам тыла, Которые, несмотря ни на что, Сутками стояли у станков, Работали в полях, на заводах, Приближая этим самым День Победы. Вечным огнем будут гореть незаживающие раны нашей Родины. Вечный огонь всегда будет напоминать об этой странице нашей истории. Память о тех, кто был на этой войне, О тех, кто ждал с этой войны, О детях, которые никогда не увидят своих отцов, Будет вечной. От всей души поздравляем вас с праздником, Здоровья вам, Долгих лет жизни, Любви детей, соседей, Будьте терпеливы, Будьте вежливы друг к другу. Еще раз, с праздником много говорить не стоит, Уже сказано многое. Наше детство, бедное, холодное, С кричкой безотцовщина, Но мы выжили, И мы продолжаем помнить наших отцов, И просим поколение, Подрастающее поколение, Также помнить и не забывать Детей погибших, Защитников Отечества, И наших отцов. Всего вам доброго! Дети войны Хоронили игрушки убитые, Никогда я забыть не смогу Крошки хлеба на белом снегу, Крошки хлеба на белом снегу. В вихре огненным черным воронам Налетела нежданна беда, Расбросала нас во все стороны, С детства нас разлучит навсегда. После победы в мае 45-го, Российским солдатам, к сожалению, Еще не раз приходилось принимать Суровые уроки судьбы По настоящему военному делу, А русским матерям ждать Возвращения своих сыновей. Все дальше от нас 45-й год, А это значит, что нам, молодым, Как никогда нужно помнить и чтить Тот подвиг, который совершили вы, Наши отцы и деды. Помнить, какой ценой досталось нам, Нашей стране, это победа. Не секрет, что иностранные спецслужбы И сейчас постоянно устраивают Различные диверсии на территории Нашего государства, постоянно Втягивая нас в различные конфликты. После победного 45-го, Это была и Венгрия, это была и Ангола, Афганистан, Северный Кавказ, Более 20-ти государств. Но мы всегда с честью и достоинством Выходили из этих конфликтов И выполняли свой долг на отличный. От имени ветеранов локальных войн И военных конфликтов Разрешите мне поздравить вас С этим великим праздником. Пожелать вам здоровья, Успехов, Удачи во всем. Самое главное, живите дома, Сколько можете. С праздником! Спасибо! Зашумели яблони, Закричали птицы, Ну а маме кажется, Сын ее стучится, Ей все верить хочется, Сын залечит раны, И придет, вернется он Из Афганистана. Ты, ты мой, Той чужой, Пуле встречали парней, Наши парней. 9 мая на торжественном митинге Каждый старался поздравить ветеранов, Выразить им всю свою благодарность Только за то, что живет в этой свободной, Независимой России, которую они отвоевали. Вы, наша сила и вера, Мы, наследники воинов-победителей, Никогда не забудем ваш подвиг, И мы всегда его пронесем через годы. Счастья вам, солнечных дней, Крепкого здоровья, Уважаемые ветераны, С Днем Победы! Со Дня Победы прошло 67 лет, Но это не значит, что этот день Становится дальше. Молодое поколение должно передавать Истории своих дедов своим детям. Только тогда память будет вечной. Молодое поколение должно всегда Равняться на ветеранов, Которые подарили жизнь всему русскому народу. Мой дед Павлов Виталий Павлович Был здесь, Мой отец Афанасий Андрей Александрович С честью выполнил долг В Афганистане. Вот уже три года Я являюсь воспитанником Оборонно-спортивного лагеря «Пересвет», Условия которого Максимально приближены к армейской службе. Через этот лагерь прошли Около 300 молодых парней. Многие из них хотят связать Свою жизнь с армией. От своего лица И от лица своих товарищей Заверяю, что будущее нашей страны В надежном руках. С праздником, дорогие ветераны! Но то, что совершили наши дети, Ты помни, никогда не забывай. Дети счастья, Дети радость жизни, Дети дарят молодость нашей планете. Раступитесь тучи, Солнце ярче брызни, Безоблачного неба вам Наши дети. В мире и счастье Растить малышей. Нужен мир для всех, ребят. Нужен мир для всей планеты. Погибшим быть бессменно на посту. Этот день особенно дорог. Никто не смеет забывать подвиги Всех российских солдат. Их имена увековечены в истории И в сердцах матерей. В этот день каждый несет цветы И кладет их к подножию обелисков. Ветеранские организации И первая организация Это работники Эгресса. Цветы возложили Глава Артемовской администрации И глава Артемовского городского округа. А также ветеранские организации И другие жители города. Живые цветы Ложились на холодный камень плит На которых записаны Имена артемовцев Ковавших победу на фронте И в тылу в годы войны. Маленькие дети С улыбкой и радостью Возлагали цветы Неизвестным им солдатам Подарившим жизнь. Ветераны же Подолгу стояли у ног Огромных черных солдат И крестясь Смахивали слезы От солнечного света Казавшиеся звездочками.